Наркомания остается серьезной проблемой общества, трагедией каждого зависимого, его семьи и друзей. По тяжести течения и возможности выздоровления многие специалисты приравнивают ее к онкологическим заболеваниям. В настоящее время наркомания достигла масштабов эпидемии. Ее распространение идет быстрыми темпами. По уровню смертности наркомания стала занимать ведущие места во многих странах мира. На данный момент, конечно, пациентов поменьше, потому что лето. Многие, наверное, не хотят выходить из квартиры своих. А так вообще проблема наркомании стоит очень актуальна. Ведь, как вы правильно заметили, это глобальная проблема 21 века. Касаясь наш район непосредственно, наверное, уже в курсе, было очень два печальных случая в этом году. Когда погибли два подростка. Детьми я их не решаюсь называть, это уже лица 16-17 лет. Один случай был у нас в районе Бронец. Парень из благополучной семьи. По словам врачей, ребята ради любопытства решили пошутить с газом. И результат оказался плачевным. Оба потеряли сознание. Один из них очнулся через какое-то время, начал тормошить второго. Не увидел признаков жизни. Вызвал по 112 бригаду скорой помощи. И скорый приехал, констатировал смерть. Это был первый случай. А второй случай буквально, ну, дней через 10, через неделю где-то, тоже в нашем поселке, в Удельной. Вы прекрасно знаете, наверное, этот поселок. Тоже школьник, уже 16-ти пам лет. Там уже было три фигуранта. Двое очнулись без последствий, а один тоже умер. То есть ужасные, конечно, эти случаи. Врачи взволнованы подобными случаями. Ведь задача взрослого населения – уберечь молодое поколение от пагубных привычек. Причину употребления наркотических веществ подростками очень сложно дискутировать. Но можно предположить, что одной из причин является подростковая незрелость. В этот период жизни для подростков характерно любопытство, слабая воля, повышенная внушаемость, снижение критики к своим поступкам, поступкам к окружающим, легкомысленное отношение к жизни. И во время первой пробы всегда бывают элементы внушения. Дело в том, что когда старшие товарищи говорят, что и как делать, и даже какой будет от этого эффект, даже не испытав никакого наслаждения, подросток пассивно соглашается со всем, чтобы не быть изгнанным из этой компании, чтобы компания его приняла. Но не надо искать корень зла в самом подростке. Ведь в данной ситуации подросток – это как вершина айсберга, которую мы наблюдаем. И, возможно, корень зла находится в структуре семейных отношений, в структуре школьных отношений. Возможно, нужно более детально рассмотреть социальную среду, в которой проживает этот подросток. Всегда надо родителям интересоваться, чем увлечены дети, с кем они общаются. Бывает и такое, что подросток или уже в более старшем возрасте человек впадает в зависимость. Тогда не нужно ждать чуда. Оно будет только в том случае, если вы обратитесь к врачу. Если мы с вами, наркология, средства массовой информации, школа и родители будем работать в единой связке, у нас что-то получится, обязательно получится. Но есть слабое звено в этой цепи – это родители. К сожалению, порой встречаем полное непонимание. Мы, наши сотрудники, я в частности, по распоряжению нашего руководителя, Кима Александровича, мы регулярно ездим в учебные заведения нашего района. Читаем лекции и собираем биологическую жидкость, мочу у учащихся. Но для того, чтобы собрать биологическую жидкость ученика, нужно необходимо получить согласие родителей. И не все родители дают согласие на сбор биологической жидкости. Я разговаривал с родителями, почему не даете? Объясняют тем, а вдруг вы что-то там найдете и как он с этим будет жить? Но они не понимают, что любое заболевание, абсолютно любое, даже наше наркологическое, проще лечить. В начале, на начальных этапах, нас ждет успех. И когда мы не знаем о том, что подросток в течение двух лет или трех лет по окончании 11 класса приходит к нам, мы выявляем, что он употребляет наркотик, мы получаем уже в этом виде готового наркомана. А наркомане очень сложно бороться. Врачи делают акцент на доверие специалистам. Родителям обязательно давать согласие. Мы продолжаем ездить по школам. Сейчас летний период, мы не ездим. Начнем в сентябре. Давать согласие на забор биологической жидкости своих детей и ждать результата. И если мы будем выявлять, ничего страшного в этом нет. Если мы даже выявляем у подростка наличие какого-то наркотического вещества в организме, мы приглашаем его сюда, наблюдаем около года, ничего страшного нет. И благополучно потом расстаемся, но уже со здоровым человеком, не наркоманом. Это будет счастье и для родителей, и для нас с вами успех. Елена Цыганова, Антон Карташов для программы Городские вести.